Репрессии на Черноморском флоте в 1920-40-х годах. Судьба командующего Черноморским флотом Ивана Кожанова. В Ленинском районе есть улица Кожанова. Через нее проходит одна из главных магистралей, связывающих центр города с его окраиной, пятым километром Балаклавского шоссе. Каждый житель или гость города неоднократно проходил по этой улице. А что вы знаете о самом герое? Ведь наверняка улица названа именем героя. Кожанов Иван Кузьмич, 1897-1938. Командир Красного флота, член ВКПБ с марта 1917 года, из крестьян. В 1917 учился в отдельных гардемаринских классах. С марта 1918 года в морском отряде при Наркомате по морским делам. С ноября 1918 начальник десантного отряда Волжской военной флотилии. Активный участник гражданской войны. За бои на реке Кама в 1919 награжден орденом Красного знамени. В 1921 году командующий Балтийским флотом. С 27 июня 1931 года командующий морскими силами Черного моря. Репрессирован в 1937 году. Расстрелян в 1938. Реабилитирован в 1956 году. В 1964 в Севастополе его именем названа улица в Ленинском районе. Сегодня мы затронем сложную тему о событиях сравнительно недавней истории, о репрессиях на Черноморском флоте в 1920-40-х годах. Долгие годы тема была под запретом. Люди боялись говорить о том, что были репрессированы сами или члены их семей. Что же такое репрессия? Большая советская энциклопедия разъясняет, что под понятием репрессия понимается какая-либо карательная мера, наказание, применяемое государственными органами. Обратимся к истории. В конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия в РККА шла техническая реконструкция. Проводились организационные мероприятия. За эти годы военно-морские училища и академии выпустили на флоты сотни специалистов краскомов. Название подчеркивало, что они не из бывших, хотя их подготовка была бы невозможна без работы сотен бывших царских офицеров. Волна арестов в морских силах в 1929-30-м годах лишила академию, училища, научно-исследовательские учреждения флота, его штабы и соединения значительной части опытнейших кадров. На смену им пришли красные академики, обладавшие большой энергией, но недостаточным профессиональным уровнем. Прекратилась теоретическая полемика о путях развития советского флота, которая оживленно велась в 1922-30-х годах. Постепенно у командного состава развивался страх перед наказанием за попытку высказать собственное мнение по тому или иному вопросу. На пленуме ЦК ВКПБ 3 марта 1937 года с основным докладом о недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников выступил Иосиф Виссарионович Сталин. Прозвучавшее требование о проверке военного ведомства было воспринято органами НКВД как прямая директива по массовой чистке кадров армии и флота от имевшихся якобы там вредителей. На армию и флот обрушилась третья, наиболее масштабная волна репрессий 1937-40 годов. С 14 по 29 мая 1937 года были произведены аресты высшего военного командования Тухачевский, Якир, Уборевич и другие. По делу так называемого военно-фашистского заговора. В Севастополе были арестованы десятки командиров и политработников Черноморского флота. Угроза ареста нависла над Кожановым сразу после суда над группой Тухачевского, когда на заседании военного совета при Наркоме обороны Ворошилове 4 июня 1937 года прозвучали угрозы в адрес еще нераскрытых врагов народа. Начались аресты из окружения Кожанова. 9 июня 1937 года был арестован комендант Крымского-Севастопольского укрепрайона Камбрик-Суслов. 11 июня 1937 года заместитель начальника политуправления Черноморского флота дивизионный комиссар Мустафин. Они дали необходимые следователям показания в виновности комфлота Кожанова. 10 июля 1937 года был арестован непосредственный начальник Кожанова, флагман флота 1-го ранга Владимир Митрофанович Орлов, начальник морских сил рабоче-крестьянской Красной Армии, заместитель Наркома обороны. Из заявления Орлова на имя Наркома внутренних дел СССР от 17 июля 1937 года, через неделю после ареста. На первом же допросе после моего ареста 11 июня я сразу заявил ведущему следствия по моему делу о своей невиновности в предъявленных мне обвинениях. Однако после разъяснения, что моя виновность уже доказана, от меня требуется только одно признание. Находясь в состоянии тяжелой моральной подавленности и физического изнеможения после сердечного приступа в камере, решил взять на себя вину, чтобы ускорить развязку и добиться скорейшей смерти. «Я никогда не был причастен к заговору Тухачевского или каких-либо других лиц. Никогда не вел шпионской, террористической, диверсионной и вредительской работы. Никогда не был и не мог быть врагом народа. Я нахожусь на грани сумасшествия». К сожалению, этот стон бывшего на Марси не тронул душу Ежова. Пытки с пристрастием были продолжены, и Орлов был окончательно сломлен. Его показания о причастности многих военморов к военно-фашистскому заговору послужили НКВД поводом для дальнейшего усиления репрессий на флоте. 17 августа 1937 года отстранили от должности командующего флотом Кожанова. Сразу Ивана Кузьмича не арестовали, сказывались его авторитет, а также не хватало показаний против него. После арестов в августе 1937 года члена военного совета Черноморского флота «Разгона» и начальника ПУЧФ Гугина, которые после интенсивной обработки дали показания против командующего Черноморским флотом, 5 октября 1937 года последовал и арест Кожанова. Допросы чередовались с очными ставками. Чекисты были твердо убеждены в том, что Кожанов не сможет выдержать такого обилия обвинительных фактов и сломается. Каждая очная ставка с бывшими сослуживцами была для Ивана Кузьмича большим испытанием. Она еще больше подтачивала и без того истощившиеся физические и моральные силы. До конца 1937 года продолжались допросы с пристрастием, но Кожанов стоял на своем. Невиновен, свидетели лгут. Тогда следователи пустили в ход тяжелую артиллерию. 7 января 1938 года они устроили очную ставку с бывшим начальником морских сил РККА Орловым. Вопрос Орлову. Расскажите о своем участии в антисоветском военно-фашистском заговоре, членом которого вы являлись. В военно-фашистском заговоре я принимал участие с 1933 года. Наиболее активную заговорщическую деятельность, по указаниям военного центра и его руководителя Тухачевского, развернул с 1934 года. Теперь о Кожанове. Не находясь с ним в близких отношениях, я поручил сделать это моему заместителю Лудри. Кожанов дал мне такое подтверждение, после чего я сообщил ему о вредительской работе на флоте, осуществляемой мною и, по моим указаниям, другими заговорщиками, а также задачах заговорщической деятельности в морских силах рабочекрестьянской Красной Армии, поставленных военным центром. Вопрос Кожанову. Вы подтверждаете показания Орлова, в которых тот изобличает вас как участника антисоветского военного заговора? Орлов говорит, что Лудри был послан им на разведку с целью выяснить мое участие в заговоре. Я с Лудри никогда не разговаривал о заговоре, никогда не говорил о заговоре и с Орловым. Впрочем, я не мог об этом говорить, ибо о заговоре до его вскрытия никогда не слыхал. Не знаю, из каких соображений сходит Орлов, показывая на меня. Из протокола допроса 7 января 1938 года. Кожанов и в этот раз отрицал свою принадлежность к заговорщикам. Следствие продолжалось, а в стране продолжались репрессии на флоте. С января 1938 года они обрели новую силу. Были арестованы командующие Северным и Тихоокеанским флотами, флагманы флота первого ранга Душенов и Киреев. Бывший командующий Северным флотом Константин Иванович Душенов дружил с Кожановым с 1918 года. Вместе они воевали в Гражданскую, потом учились в Военно-морской академии. В начале 30-х годов Душенов был начальником штаба Черноморского флота и под руководством Кожанова овладевал искусством управления флотом. Получив показания от такого близкого к Кожанову человека, следователи решили в последний раз нажать на Ивана Кузьмича и вынудить его к самооговору. Ведь признание вины обвиняемым считалось в то время главным доказательством. Кожанов потребовал от меня, чтобы я дал ему согласие на участие в активной борьбе против политбюро ЦК ВКПБ и советского правительства. Я тут же заявил Кожанову, что вполне разделяю его антисоветские взгляды и готов принять участие в борьбе за изменения политики ЦК ВКПБ. Выписка из протокола допроса арестованного Душенова 29 мая 1938. Однако Иван Кузьмич и в этот раз отказался от всех обвинений. На суд Кожанова доставили волоком, так как физическое состояние его тела, по выражению одного из надзирателей, представляла собой мешок с костями. В таком состоянии выпустить невиновного было нельзя. Это ведь противоречило тезису о том, что НКВД невиновных не арестовывает. Флагман флота 2-го ранга Кожанов Иван Кузьмич, арестованный 5 октября 1937 года, осужден 22 августа 1938 года военной коллегией Верховного суда СССР по статьям 58.1а, 58.8.58.11 Уголовного кодекса РСФСР, как участник военно-фашистского заговора и приговорен к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение в тот же день. Из ответа Центрального архива ФСБ Российской Федерации на запрос Центрального военно-морского музея декабрь 1992 год. Реабилитирован Иван Кузьмич Кожанов 7 июля 1956 года той же судебной инстанции. В соответствии с решениями 20-го съезда в 1956-61 годах было реабилитировано 4394 командира и политработника советской армии и флота.